так запись включил на всякий случай включая запись и снаружи и изнутри мало ли что и так значит мы с вами абсолютно ничего не говорили я знаю только что вы только с подмосковья правильно я сейчас выбрал природа подмосковья вот красивая картинка все поехали слушаю вас родился в 59 году на донбассе городом трассы и до 15 лет там жил почти до 18 жил в своем доме соответственно абрикос у нас было как ни у кого в городе то есть у меня батя просто ну не знаю там покупал питомниках у нас абрикосы от самых ранних и заканчивая поздними когда ни у кого уже не было придет августовские последние были в августе брюкосы самое пользу но одно абрикосы где в действии посадил я но уже пересаживал дерево причем не знаю там при посадке под корень подкладывали снизу камень ну где-то на двухлетка было примерно дерево тогда на тот момент саженцы это из того что было как говорится в детстве но так были там яблони груши сливы сливы правда были такие типа терновки виноград тоже достаточно редко тогда это было там 70-е годы начало 50-х батя водил у него были украины все старта не про еще были беседочные там один винный был сорт и люди забыла бы тогда да немножко немножко покороче переходите под московью потом в общем я это самое отучился в киеве и распределился в москву кем давайте про природу и про подмосковье девяносто первом году я просто попал в аварию стала лишился 1 2 покалечено по инвалидности ушел на пенсию из девяносто пятого года я начал заниматься строительством дома и с девяносто седьмого посадка сады все остальное поначалу посадил две груши лада и памяти чужого тяжелого по моему две груши вот они по сию пору живут и здравствует значит грунты у нас какие участок это бывший карьер песчаный карьер был раменский с которого но она сейчас просто его дальше уже ушел и здесь у кого че попалось то есть насыпные после рекультивации мне пришлось потом просто завозить сюда глину и песок я завозил там где-то там несколько кразов глины и песка ну не знаю там где-то три белаза по моему-то завез перемешались это дело разровняли где как чего пришло но и после этого но это с девяносто седьмого года уже сколько прошло почти 20 лет постепенно как говорится они улучшались и улучшались поначалу вообще ничего не родила но потом постепенно пошло дело но яблони у меня вымокали то есть я первые две посадил яблони они где-то дошли до состояния но лет около десяти на на прожили потом пошел черный рак однако накрылась потом следом другая почему вы говорите намокали яблони чуть ли не в воде могут стоять грунтовые воды достаточно близко потому что у меня вот ну два участка получается смежных на одном когда покупал их на одном вода стояла были котлованы просто на одном на другом участке под дома и вот на одном была вода все время брудик был я потом оккультурил сделал из него бассейн по сути дела такой но открытого типа и воду не наливает иногда единственно пополняю немножко то есть где-то метр от уровня земли там а в том на том участке получается на одном из участков вода все время находится зимой и летом но падает уровень вверх вниз то есть по весне там вообще чуть не под самый верх а другой там где дом я получилось полу полузаглубленный фундамент сделал то есть у меня половина как бы подвалов под землей находится половина над землей потому что ниже уже не стал закапываться это потом подсыпал землю для того чтобы поднять ну глиной там отсыпал бетонную стяжку все равно даю ну то есть у меня решил проблему таким образом что повесил просто дренажная яме насос который выкачивает вот в основном когда ливни идут либо когда весенние там паводки но в этом году и зимой работала когда сильный оттепель пошла пошло это самое по 4 года оттуда но вот при этом получается рядом с домом дренаж получается хороший то есть у меня по дом расположен с запада на восток в длинную часть девять с половиной метров и вдоль дома по южной стороне посажен один ряд винограда который фотографии присылал и второй еще ряд за ним виноград из донецка значит и из с родины с луганской области ну и сорта принципе ранее поэтому он вызревает но я прошлом году еще вот там на виноградниках подмосковья у жилина посмотрел подсмотрел стал разгонять его дополнительно то есть середины апреля ставлю поликарбонатные тоннели из старого поликарбоната и в общем-то он уже к июню месяцу он обгоняет донецке то есть у меня зацветает раньше зацвел в прошлом году раньше микроклимат получается по сути дела вот и он там не вымокает был печальный опыт возле бассейна посадил там просто получалось как бы южная сторона вдоль соседского забора это у меня четыре куста сортовых вымокло точнее 4 3 вымокло один спас спас откуда перестадил просто уже сюда в эту сторону ну вот груши значит вот вот эти вот начали пошло и поражаться груши были но как бы но не обрабатывая в принципе практически такими противогрибковыми препаратами вот и получается что они как бы на не очень не удовлетворяли они быстро отходят ранее там и средне ранее получается начало июля конец июля я взял соседские привил крон сейчас я перебью на секунду а во внимание я снимаю фильм перезвоните попозже хорошо так давайте перейдем теперь к этому вы зачем-то ко мне позвонили скажите что вы имели ввиду я просто смотрю у меня в принципе стратифицировали сами семечки абрикос но то ли один раз и пересадил просто ли под виноградом такой получается субстрат что они сами выскакивают периодически то есть выплюнутые косточки получается сами стратифицировать но первое это на третий разомнулась но я может быть из-за того что обрезал и море пересадим может быть неправильно потому что с этого места другой пересадил потерял и просто воду еще одна выстрелила но это так как говорится я понимаю что они ну скорее всего нужно но из покупных абрикос соответственно получается они как бы не это самое скорее всего будет не морозостойки я думаю сегодня с утра и есть задумка все-таки небольшой питомник организовать но пока небольшой смотрите перед вами за полчаса до вас ко мне позвонил и товарищ алексей анатольевич псков пролетарский переулок дальше не говорю 2 мисковичанин 1 заказал очень крупную партию косточек сразу садить и выращивать на продажу второй цитирую кстати могу даже показать это что я ничего не буду тысяча этих косточек садове манджурца смесь персики черешни вишни сливы китайские уссурийские два привычных ножа 16 дисков 10 культурных по 20 абрикосов косточек короче вот смотрите вы будете наверно третьим то есть что я имею ввиду и так вы хотите завести питомник вы видели вот те фильмы которые с псковичами снимал и там куча советов весной у меня купили тысячу косточек нельзя ты тысячу я как бы отталкиваюсь от тысячи меньше смысла нет вот а осенью 2000 уже продали в этом возле мегаполиса живете вам-то продать легко ну вот саженцы винограда продавал мало очень продавал то есть не использовали рекламу не это с в основном так вот по более-менее полузнакомого основном то есть я так активно не продавал но сейчас его просто переговорил на этом участке конечно мне питомник не не как говорится не организовать то только для себя там несколько но там персиков допустим там если абрикос то наверно скорее всего там одно-два дерева потому что мест это много занимают не поздно дадите там вас абрикос растений божат вы же сами сказали вода стоит чуть ли не вровень там пишите говорить о том что груши вымакают у меня ручка 97 года я вот присылал фотографию там но тем не менее она вот нормально себя чувствует вполне а вы знаете сколько под ней метров до воды не знаю а знака только для того что врунт насыпной тут получается в разных местах разные уровни сплошной идет по неоднородный его как засыпали вот карьер потом уже до куда-то вывалили допустим один или два грузовика глины а в другое место песок получается и у кого тут вообще воды нет по участкам у кого-то есть а у меня он допустим я когда строил дом до фундамент ставил вообще воды не было дом поставил загрузился пошла вода но там где-то на уровне от уровня земли примерно полтора метра дренажная яма допустим там от уровень держится а ой стоп стоп цепляюсь за полтора метра и так если вы готовы выращивать питомник держать отдельно а матовый сад где-то там где 4 5 10 метров до воды то есть сад если тут не рассматривать то питомник прекрасно может продержаться год-два то есть весной эти же косточки посадили осенью начинаете продажу потому что пока им вода не мешает но это грани собственными до понимали да 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 матовый сад другом месте там где нормально вообще речь идет о том я просто переговорил рядом деревнями и знакомые 42 43-летний молодой человек из которой говорится закончил скребинку эту это академия ну по животным но по сельхозникам в общем то у него есть там как говорится и контакты определенные земли есть на примете на аренду и вот я просто из расчета темы сегодня проговорил это все дело он как говорится тоже ну запал на это дело поэтому в комплексе с ним потому что вчера у меня мозги в раскоряку были так вы готовы я просто планирую участок другом месте основной и там земля сельхозное значение либо близко к этому то есть там луговина ли что-нибудь такое но не заболочено я понимаю чем речь идет желательно конечно южный там западный склон это в идеале было бы да потому что я не видел просто еще а так у него живет в соседней деревне можно допустим там в ряд высадить строчку я прикинул там если 300 семян друг примеру да ну пусть там ну 200 будет я там уже думаю в храме там часть посеять это самый приходской храм покрова у нас рядом которые хожу ну вот там я принципе виноград у них посадил там у них сад едет внутри может быть просто там какие-то еще часть посадить ну конечная цель зарабатывать или для души разрабатывать или для души не там это просто церковь я просто ну как пожертвование не знаю там просто этому затем и наградом ухаживаю просто так понятно ну а так вот но у нас приход такой достаточно сплоченный в общем то ну рядом от деревни и ганова и где сельский я уже думал сначала там просто у людей там предложить там 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 это самое ну у многих земля знаете наполовину простаивает просто у меня вот ее недостаток у меня доходило до маразма этом кукурузу хочу допустим я сажаю на рассаду и в теплице я перебиваю сейчас самые два момента почему потому что сейчас отключится этот чертов зарядка заканчивая хотя прошло всего 15 минут скажите ну видимо батарейки уже не те так первое фамилии отчество что можно сказать по полу александр павлович попали саду по местожительства подмосковье пока так упомянули домодедово мажайское упомянули домодедово так дальше сейчас разговор прекратится назовем это первой серии когда мы сейчас отключусь так я вам высылаю два каталога на всякий случай еще каталог по черенкам 2 1 по семенам ну там книги и диски каталог на почту на электронно а пожалуйста если запрос в почту с почты нет нет вы первые напишите поле то 1 напишите пишите каталоги я попал напишу сейчас сейчас отключится я быстрее говорю но снял смотрите оцениваете прикидывайте что он уже посмотрел ну хорошо мне надо предварительный заказ и выписал но по 10 семян пока не говорится по 10 косточек вы уже выписали у меня но я нет я выписал себе список написал потом список оговорим по ватсапу хорошо да хорошо я вам давайте пришлю просто предварительно предварительно пока я присоединю сделаю 20 процентную скидку сообщу сумму вот а потом поговорим вот знаете я пусковичом как ну вот понятно хочу абрикосы кое-как уговорил по и до того что час подарил это сливы и череси вишни почему но не до не может быть маточного сада и авторитета если у тебя персики не растут череси не растут шикарные вишни не растут черные абрикосы не растут шелковицы не растут не может такое вот только тогда как у меня в лучшие годы сейчас этого нет у нас же все таки мы все холучи лучше живем а значит и по получается исчезли очереди которая меня атаковали прямо питомники исчезли но ведь было же но он уже идет по синусоиде когда-то говорится все равно возобновится ладно вот давайте на этом закончим потому что все равно сейчас он остановится это чертова этот самый фотографии на ватсап вот то что записал пока потом просто у нас будет как говорится чтобы стартануть дальше развиваться нужно без записи ладно значит вторая серия будет когда будем оговаривать уже конкретно все ну когда сейчас вам перезвонить потом алика вы знаете у меня уже все я у меня несколько человек я отфутболил на вечер а а